Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Ученица вокального отделения Видновской школы искусства Дарья Паршина говорит, музыка в моей жизни занимает огромное место. Я много занимаюсь, я это очень люблю. И если бы не моя мама, она именно и благодаря ей я научилась многому. Каждый, кто однажды пришел в эти стены, встретил педагога, который научил любить искусство, быть преданным ему. Настя Конкина участница ансамбля скрипачей на сцене вместе с мамой. Вот еще один пример, когда мама, она же педагог, прививает любовь к музыкальному искусству. Я уже 7 лет, играю на скрипке. Мне это очень нравится и очень интересно, и очень сложно. Скрипка мне как друг, и в горость, и в радость. Отчетный концерт этого года особенный. Он посвящен 70-летию Победы. Ребята пели о войне, исполняли музыкальные произведения, танцевали. За кулисами чувствовалось волнение. Последние штрихи, повторение движений. На сцене все должно быть идеально. В первом ряду не просто зрители. Руководители школы и управления культурой. У нас сегодня в концерте практически все жанры присутствуют. Уже начинаются, используются технические средства. То есть мы смотрим и как родители, и как профессионалы, и как организаторы мероприятий. Мы уже думаем, а что из этого можно взять и включить в какие-то крупные районные мероприятия. Для многих участников концерта, выпускников, это последнее выступление на сцене школы. В этом году более 70 ребят оканчивают Видновскую школу искусств. Когда они уходят, нам с одной стороны очень грустно, и от детей то же самое мы видим, что им грустно покидать наши стены. Ну а те, кто еще остается в школах искусств района, будут и дальше осваивать нотную грамоту, мастерство игры на музыкальных инструментах и многие другие виды искусств, которые дают возможность изучать эти школы. Татьяна Бролова, Константин Бролов, Елена Кошелева, Видное ТВ.